Дети изменили планы, сказал Алик своей сестре всего за четыре недели до Рождества. Ты имеешь в виду на Рождество? Да, продолжал Алик, объясняя, а затем дожидаясь ответа Джанет. Я думаю, это здорово, сказала она, удивив его. Ты так считаешь? Да, у нас еще есть время, и это позволит вам основать свою собственную традицию. Может быть, когда-нибудь мы приедем к тебе. Ты сказал маме и папе? Нет, я надеялся. Алик умолк, когда Джанет засмеялась. Ты хочешь, чтобы я была плохим парнем? Ты думаешь, мама сильно расстроится? Нет, честно ответила Джанет. Я думаю, она поймет, и это совсем не то, что вы вообще с ней не увидитесь. Я должна позвонить ей по кое-каким еще вопросам, так что это не проблема. Но не удивляйся, если она перезвонит тебе. Не буду. Рита говорит, что всем нам нужно выспаться на Рождество. И я такой уставший сейчас, что абсолютно с ней согласен. Вероятно, мы подъедем где-то в час или в два дня. Отлично. Мы сможем сразу же открыть подарки и устроить пиршество. Я расскажу об этом Дэвиду чуть позже, но думаю, он одобрит эти изменения. На несколько дней вы можете остаться? Думаю, до четверга или пятницы, но это может зависеть от погоды. Я на самом деле не хочу выкапывать свой дом из снега. Кстати, о доме. Как там Софи? Она только что узнала, что у ее бабушки рак. О, Галик, нет, прошептала Джанет, чуть не плача. Да, она была очень расстроена вчера вечером, но за ужином дети рассказали мне, что ей перезвонили и сообщили, что операция прошла успешно. Хорошо. Как продвигается работа? Ее? Да. Удивительно, Джанет. Хотелось бы, чтобы некоторые из тех парней, которые работают на меня, были хоть наполовину такие же трудолюбивые, как она. Ты не поверишь, насколько чист наш дом. Иногда я чувствую себя виноватым, потому что мне это нравится. А у Ванессы никогда так не получалось. Я тебя понимаю, но все, чем занята Софи, это уборка. А она не возит детей, не несет никакого служения в церкви, не печет для школы, не оплачивает счета и не делает любую другую мелочь, которую Ванесса делала, помимо своих обязанностей по дому. Ты понимаешь, что я не хочу унизить Софи? Я думаю, она тоже замечательная, но уборка дома и уборка собственного дома – это как день и ночь. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Олег тоже об этом думал, но Джанет согласилась с ним, и от этого ему стало легче. Хорошо, я лучше буду заканчивать наш разговор и перезвоню родителям. Отлично. Скажи, что мы с нетерпением ждем встречи. Обязательно. Увидимся через четыре недели. Будет сделано. Спокойной ночи, Джанет. Пока, Алик. Поцелуй за меня детей и передай привет Софи. Они повесили трубки, и Алик задумался о том, насколько близко Рождество. У него не было ни малейшего представления, что он будет покупать, но он знал, что ему лучше начать поиски как можно быстрее. Завтра еще не будет слишком сильной давки в магазинах, и он решил пойти за покупками, пока дети будут в школе. Он посидел задумавшись, а потом увидел рождественский каталог. В надежде, что это даст ему хоть какие-то идеи, он взял его с собой наверх. Софи была в блестящем темно-зеленом спортивном костюме с белой водолазкой под курткой и в белых кроссовках. Она была в предвкушении Рождества, как и все, кто был рядом с ней. Она надула большой пузырь из жевательной резинки, он лопнул и облепил весь ее рот. Тори сделала то же самое. — Я не пойду с тобой в торговый центр Тори, — предупредил Крейг, — если ты продолжишь делать это. Софи знала, что это заявление также было направлено и к ней. Они с Тори обменялись заговорщицкими улыбками и попытались стать более серьезными, но не очень успешно. Рождественские покупки в торговом центре, хотя и переполненном, были слишком веселыми, чтобы быть серьезными. — Ты решил, что купишь своему кузену Джереми? — спросила Крейга Софи. Действительно пытаясь вести себя серьезно. — Нет, он любит компьютерные игры, но они могут дорого стоить. — Я знаю, что хочу подарить Бет, — вмешалась Тори, — но я хочу, чтобы Рита пошла со мной. — Ну, я думаю, что так или иначе пришло время встретиться с ней в Пенни, — сказал Крейг своей сестре. — Так что давай поймаем эту девушку. Софи не знала, почему он остался с ними, так как раньше он никогда не оставался, когда они делали покупки, но она не стала комментировать его поступок. Он вел себя хорошо до известий о ее бабушке. Прогноз был положительным и продолжал оставаться таким, но теперь Крейг стал неуправляемым. Софи пыталась поговорить с ним, но так и не смогла. — Разве это не Мелисса Бартон? — внезапно спросила Тори. — Где? Выражение лица Крейга стало безумным, когда он осматривал толпу. — Это она согласилась с Софи. — Пойдем поздороваемся. — Нет, — раздался низкий яростный голос Крейга, но на этот раз Софи проигнорировала его. Она подошла к тому месту, где Мелисса сидела одна на скамейке и остановилась прямо перед ней. — Привет, Мелисса. — О, привет, Софи. — Привет, Тори. — Привет, Крейг. — Как дела, — Мелисса спросила Софи, хотя взгляд девочки был все еще на Крейге. — Отлично. — Она наконец посмотрела на Софи. — Моя мама в пранге, так что я просто жду ее. — Как прошли твои дебаты? Мелисса нахмурилась, но потом ее лицо разгладилось. — О, замечательно. Я использовала тот заключительный комментарий, как вы предложили, и учитель сказал, что он отличный. — Крейг вам не рассказал? — Я забыла спросить его, — призналась Софи. — Ты сегодня записал задание с доски Крейга? — Да. Крейг немного покраснил, но его голос был вежливым. — Тогда я могу позвонить тебе, потому что я кое-что пропустила. — Да? — Да, конечно. Он гордился тем, что ведет себя более непринужденно, чем чувствует на самом деле. — Мы будем дома немного позже. — У меня не было возможности поговорить с тобой в школе, Крейг, но 22-го после школы у меня будет рождественская вечеринка. — Крейг, ты сможешь прийти? — О, конечно. — Он снова мысленно подбадривал свой непринужденный тон. — Я думаю, что да. Я имею в виду, я должен, наверное, спросить у отца, чтобы знать точно, но я дам тебе знать. — Хорошо. — О, там моя мама. Увидимся завтра. — Да, пока, Мелисса. — Пока, Крейг. Мелисса забыла попрощаться с остальными, но Софи не возражала. Она наблюдала за Крейгом, который следил за Мелиссой, а затем отвела взгляд, когда он оглянулся. — Спасибо, Софи, — наконец сказал он. И Софи улыбнулась со всей любовью, которую чувствовала. — Всегда пожалуйста, Крейг. Может быть, мы уже пойдем за Ритой? Он только кивнул, и они снова пошли. Рита стояла непрямо возле Пенни. Тори заметила ее перед парикмахерской и метнулась в том направлении. Софи и Крейг последовали за ней. — Посмотрите сюда, Софи, — было первое, что сказала Рита. — Разве не симпатичная прическа? Она указала на большой плакат в окне. — Да. — Она похожа на вас, Софи, — сказала Тори. — Я так и подумала, — добавила Рита. — Всегда интересно найти кого-то похожего на себя, но только с другой стрижкой. — Почему это Рита? — не поняла Софи. — О, это просто забавно, но таким образом ты можешь увидеть, как будешь выглядеть с разными стрижками. — Какой длины у вас волосы, Софи? — захотела узнать Тори. Она никогда этого не видела. — Не очень длинные. Может, до середины спины. — Это довольно длинные, — сказала Тори, перебирая свои локоны на плече. — Эй, Рита! Тори быстро сменила тему. — Я хочу купить что-то Беттани в слоне и канарейке. Ты пойдешь со мной? — Конечно. Трое детей и Райли отправились к магазину, но Софи последовала за ними медленнее. У женщины на плакате действительно были ее глаза и рот. А стрижка выглядела потрясающе. Софи до конца дня думала о том, что сказала Рита. Три дня спустя, в четверг перед Рождеством, Софи сопровождала Брэда на его рождественский корпоратив. — Мы немного опоздаем на вечеринку, но, возможно, так даже лучше. — Почему? — Ну, я думаю, что это лучше, чем просто смотреть на часы и на то, как они пьют. — О, что, Брэд? — В ресторане есть бар. Я забыл сказать вам об этом, Софи. — Все в порядке, Брэд. Я не буду напиваться. Как она это часто делала, она застала его расплох. Он удивленно повернул к ней голову, заметив блеск ее в глазах. — Серьезно, Софи, это вас не задевает? — Все нормально, но благодарю за заботу. — Кстати, у вас красивое платье. Софи пощупала темно-зеленый воротник, торчавший из пальто. — Спасибо. Я хотела выглядеть по-рождественски. — Ну, так и есть. Ваш красно-зеленый галстук тоже вполне рождественский, — заметила она. Мама подарила мне его в прошлом году. — Ваши родители живы, Брэд? — Да, они живут в Айове. — Я видела Айову на карте. Страна ферм и свиней. Брэд усмехнулся. — Да, на самом деле это как раз то, чем занимаются мои родители, выращивать свиней. — Как интересно. — Вот где вы выросли, на ферме? — Да. — Очень приятно общаться вот так по-дружески, — решила Софи. И прежде чем она закончила мысль, они подошли к ресторану и поспешили внутрь, подальше от мороза. Вечеринка проходила в банкетном зале, и хотя некоторые шутки были грубыми, а воздух был густым от дыма, они хорошо провели время. Софи прекрасно пообщалась с женщиной справа от нее и смогла убедиться, что Брэд по-настоящему любит людей, с которыми работает. Его убеждения были твердыми, но он не отталкивал от себя людей. Никто не предлагал ему выпить, и его коллеги были искренне рады, что он пришел не один, а с девушкой. Все догадывались, что Брэд встретил Софи в церкви. Хотя Софи рассказала людям, что они с Брэдом действительно ходят в одну церковь, они были очень рады, когда узнали, что они познакомились на водительских курсах. Она пересказала ему все это по пути домой, и Брэд, казалось, был очень доволен и воодушевлен ее ободряющими комментариями. «Я знаю, что вы действительно можете влиять на жизни людей, Брэд, и я рада за вас». «Спасибо, Софи. По большей части они хорошие ребята, и есть те, кто подходил ко мне, когда переживал какую-то трагедию. Я молюсь, чтобы Господь открыл еще больше дверей для моего свидетельства». К 11 часам вечера земля подмерзла, поэтому, прежде чем пожелать спокойной ночи, Брэд провел Софи до лестницы. Но едва войдя в квартиру, она вспомнила, что забыла кое-что сделать на кухне. Не снимая пальто, она осторожно спустилась вниз и, использовав свой ключ, зашла на кухню. Подойдя к лампе над плитой, Софи практически бесшумно вытащила большую сковороду из духового шкафа, но она все еще боролась с 12-футовой индейкой, выковыривая ее из морозилки, когда появился ее работодатель. «Позвольте мне помочь вам с этим». Софи отошла и дала ему положить индейку в сковороду. Она освободила место в холодильнике, а затем поблагодарила Алика, когда он поставил ее внутрь. «Пожалуйста». «Сожалею, что пришла поздно и разбудила вас», — сказала Софи. «Я еще не спал, и на самом деле я рад, что застал вас». Он вытащил стул из-под кухонного стола, и Софи поняла, что ей предлагают сесть. Алик присел на другом конце и сказал. «Я хотел спросить, как прошел рождественский шоппинг детей?» «Думаю, что хорошо. Тори нашла подарок для Бет, и Крейг купил подарок Джереми. Рита все еще ищет подарок для Брайана, но она говорит, что знает, что хочет купить». «Хорошо», — сказал он, тихо и замолчал. У Софи сложилось впечатление, что он еще ничего не купил, но он сидел и молчал. «Вам нужно было, чтобы я купила что-то вместо вас, мистер Райли?» Алик посмотрел на нее, как будто только сейчас понял, что она здесь. «Этим всегда занималась Ванесса», — сказал он задумчиво. «В прошлом году у нас ничего не было. Я имею в виду, вы, мы с детьми не ходили по магазинам. Это было слишком больно. Я хочу исправиться в этом году, но я не знаю, что купить. Я имею в виду, им всегда нужна одежда, но я не знаю размеров». Алик замолчал, и Софи мягко сказала. «Вам все еще это кажется неожиданным. Как будто это было только вчера, а не год назад». Да, голос Алика звучало удивление из-за того, что кто-то так точно понимал его чувства. Он даже не смотрел на Софи, когда продолжил. «Я всегда думал, что мы состаримся вместе. Мы были здоровы, хотя у нас в семьях страдают от сердечных болезней. Об автокатастрофах и речи не было. Я все еще вижу лицо Крейга после того, как он вернулся к нам. Там были офицер и коронер округа. Они пришли, чтобы сказать мне, что я овдовил. Полное онемение сразу же. Это началось в моем сердце и просто расползлось по всему телу, пока я не перестал чувствовать даже пальцы. Все, чего хотели дети после произошедшего, это остаться дома. В этом доме все дышало Ванессой, и они хотели быть дома, как никогда. Я же просто хотел уйти. Я даже не мог подойти к кровати. Несколько недель я спал в кресле. И в ту первую ночь, по его лицу было видно, как больно ему в этот момент, но он не останавливался. В первую ночь я не мог даже дышать. Бог, должно быть, дышал за меня. Клянусь, он сделал это сам, я не мог. Теперь я снова чувствую это, когда нахожусь в торговом центре. Я не знаю, что дети хотят на Рождество. Я хочу купить им что-то, но везде, куда я не смотрю, я вижу ее. У одной женщины волосы, как у Ван, а другая выглядит, как она со спины. А уже двадцать первая. Магазины настолько забиты, что едва можно протиснуться, и я не знаю, что скажут дети, если и в этом году у меня ничего не будет для них. В этот момент он замолчал, и так и остался сидеть. Софи долго не могла пошевелиться и заговорить, но потом тихо сказала. Рите понравилось белое радио, которое она увидела в универмаге Коль. Квадратная с большими цифрами и будильником с кнопкой отсрочки. Алик снова взглянул на нее, как будто только что заметил, что она там. Но быстро отошел и достал из кармана ручку и бумагу. Он писал быстро, и Софи продолжала. Тори говорит, что ее руликовые коньки жмут ей в пальце, и она хотела бы наколенники и остальную защиту. Сейчас она носит обувь пятого размера. Крейг долго искал компьютерную игру и джойстик для приставки. Тори принесла из школы записку, в которой написано, что рождественские чулки – хорошее место, чтобы сложить туда школьные принадлежности – карандаши, клей, цветные мелки и бумагу. Все дети любят конфеты с орехами от Фанни Мэй, и у всех детей есть дырявые носки. Софи остановилась и подождала, пока Алик закончит писать. Рита купила большой рулон упаковочной бумаги. «Если вы спрячете подарки и оставите мне записку, я могу упаковать их для вас». «Спасибо», – сказал Алик тихо. Его эмоции все еще отражались на его лице. Софи встала. «Я пойду домой». Алик тоже встал, но не проводил ее до двери. Они пожелали друг другу спокойной ночи, и когда дверь закрылась, Алик снова сел. Тогда он понял, что весь дрожит. «Я так испугался», – шепнул он Богу, и слезы потекли из его глаз. «Я так боялся, что не найду им ничего, Господи. Но ты побеспокоился. Пожалуйста, помоги мне пройти через это». Он тихо всклипнул. «Ее больше нет, но я есть, Господи. Пожалуйста, помоги мне сделать это». Он положил голову на руки. Боль и горечь переполняли его сердце. Он хрипло всхлипывал еще несколько минут, пока не вспомнил про список Софи. Он помолился о мире и поблагодарил Бога за эту поддержку, прося помочь сделать все возможное и подготовиться к Рождеству. В эту ночь он спал крепко, почти не вспоминая о том, что он сказал своей экономке. Но когда следующим утром магазины открылись, Алик Райли уже был там со списком в руках. К полудню покупки были сделаны, и он передал пакеты Софи. Отбросив все свои дела, она завернула подарки и положила их под елку, прежде чем дети вернулись со школы. «Софи не будет обедать с нами?» «Нет, Тори не будет». «Но почему? Ты что-то сказал ей, Крейг?» «Нет, Тори», – защищался он, тоже расстроенный. «Хватит», – сказал ей Алик. «Это не имеет никакого отношения к Крейгу. Софи просто неловко делать это, и мы должны уважать ее желания». Но никто из них не чувствовал себя хорошо. Предрождественская трапеза, лежащая перед ними, была похожа на фото из журнала. Но Софи сама позаботилась об этом. План заключался в том, что она будет только помогать. Но так не получилось. То, что ей пришлось работать в воскресенье, было уже достаточно нехорошо, но приготовить такой обед, а затем пойти домой, было больше того, что дети могли принять. Индейка была целой, салат не тронут. Им стало ясно, что она не взяла для себя ничего из приготовленного. «Может, тебе стоит что-нибудь положить для нее на тарелку прямо сейчас?» – предложил ей отец, и лицо девочки просветлело. Она побежала к шкафу за тарелкой, и когда она вернулась, все присоединились к ней, заполняя тарелку всем, что было на столе. «Сможешь донести?» «Да», – ответила Тори. И Алик подержал дверь, когда она выходила с ее исходящим паром-подарком. Она не могла постучать дверь Софи, поэтому легонько постучала по ней ногой. Глаза Софи стали огромными, когда она увидела, кто это. «Тори, где твое пальто?» «У меня не было на это времени Софи. Я должна была принести еду, пока она еще горячая». Софи взяла тарелку, поставила ее на стол и заключила Тори в объятия. «Спасибо, Тори. Вкусно было?» «Мы еще не ели». «О нет, Тори, вам не нужно было этого делать. Все нормально. Мы так захотели». Софи покачала головой, но она улыбнулась. «Тебе лучше вернуться». Тори кивнула и направилась к двери, но не вышла. «Мы завтра уезжаем». «Твой отец сказал мне». «Вы будете работать?» «Не завтра, на неделе». «Иди же, Тори, ешь свою еду». «Хорошо». «С Рождеством, Тори». «С Рождеством, Софи». Софи долго улыбалась, глядя на закрытую дверь, после того, как девочка ушла. Она задумалась. И еще до того, как запах еды принялся дразнить ее нос, Софи решила, что это будет очень веселое Рождество. Радости Алика по поводу реакции его детей на купленные им подарки не было границ. Он купил им именно то, что рекомендовала Софи, и все были в восторге. Они также купили ему подарки. Когда он увидел рубашку, носки, лезвие для бритвы и шампунь, которые были всех подходящих размеров и марок, он понял, что Софи, должно быть, в этом тоже принимала не последнее участие. «О, — закричала Рита, когда пол под елкой быстро опустел, — здесь есть корзина подарков от Софи. Для кого они? Для нас!» Рита раздала коробочки, и в следующие несколько секунд они открыли их. Все сидели, молча рассматривая подарки, над которыми она явно долго думала. Алик получил только открытку, и теперь он прочитал ее вслух. «Уважаемый господин Райли, пожалуйста, примите эту открытку с благодарностью за работу, которую вы мне дали. Надеюсь, что я буду хорошо служить вам. Я также хочу сказать, я надеюсь, что подарки для детей понравились и не причинили боли. Прошу прощения, если я нарушила какие-то границы. С Рождеством вас и детей! С любовью Христа, ваша слуга София Великоня!» Алик рассеянный отметил, что не было ни одного неправильно написанного или неправильно использованного слова, прежде чем обратил внимание на подарки в руках своих детей. Тори и Рита держали красивые золотые медальоны. Цепочки были тонкими, и Тори пыхтела, пытаясь открыть небольшой медальончик. Слезы побежали по ее щекам, когда она открыла его и увидела маленькую фотографию своей мамы внутри. У Риты была абсолютно идентичная фотография. Крейг держал серебряную рамку с ней же. Это было маленькое фото, но и на нем было прекрасно видно яркую улыбку и блестящие темные волосы их мамы. Каждый подарок был передан в руки Алика, который уделил им большое внимание, прежде чем глубоко вздохнуть. «Это было очень продуманно», сказал он спокойно, не желая плакать в этот вечер. «Я хочу, чтобы вы ребята нашли время, чтобы поблагодарить Софи, прежде чем мы завтра уедем». «У нас есть подарки для нее», объявил Крейг. «Да», добавила Рита, «это картина, которую мы нашли в Брэд Шоп, у нее на стенах ничего нет». «Я уверен, что ей понравится». Рита выбирала. Крейг почувствовал, что должен объяснить, что она подписала ее от всех нас. «Хорошо», все, что мог сказать Алик. «Любовь удивительным образом, и часто это случалось благодаря действиям их экономки». «Я все еще жалею, что она не победила с нами», сказала Тори, и впервые Крейг искренне выразил такое же переживание. «Счастливого Рождества, бабушка!» «Софи, моя дорогая», воскликнула Космира, «Как приятно слышать твой голос. Откуда ты звонишь?» «От Райли». «Мистер Райли разрешил мне позвонить, я потом верну ему деньги. В телефонной будке слишком холодно, а поговорить с тобой по телефону лучший подарок для меня. Жаль, что я не могу послать тебе что-нибудь». «Все, что мне нужно, это слышать твой голос. Как дела?» «Хорошо. Двигаться все еще тяжело, но я поднимаюсь и немного хожу». «Хорошо, как бы я хотела быть рядом, и я хотела бы быть с тобой». «Ты можешь», в голосе Софи почувствовалось волнение. «О, моя дорогая, надо смотреть правде в глаза. Врачи говорят, что все хорошо, но я слишком стара. Поездка на такое расстояние, вероятно, доведет меня до могилы». «Я знаю, что это будет трудно», говорила Софи со смирением большим, чем она чувствовала. «Я даже посмотрела билеты. Дешевле купить туда и обратно, но это не самая большая проблема. Самая большая проблема убедить тебя приехать». «Какая у вас погода?» Софи ласково вздохнула. «Рождество не было подходящим днем для спора, хотя ей так хотелось. Очень холодно и снежно, горы прекрасны. Сегодня я пойду к Гладис и надену высокие сапоги и длинное пальто. Вы с Эдуардом отпраздновали вместе? «Да», он говорил, а я играла роль инвалида». Софи рассмеялась, так как в ее жизни Космира никогда не играла роль инвалида. На этом их разговор закончился, а они повесили трубки. В тот момент Софи на самом деле была в состоянии сказать «До встречи», не плача. Однако слезы наполнили ее глаза, когда она вернулась в свою квартиру и увидела под елкой подарок от детей. Это был единственный подарок, который она получила на Рождество. Софи знала, что она будет дорожить им вечно. По-моему, Алик, это Софи безусловно произвела впечатление на Тори. Да? Уже следующим вечером Алик смотрел на свою мать-гостиную семьи Ринг. Как это? Она говорит о ней все время. Все звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну, она очень хороша в том, что делает, искренне сказал ей Алик. Поэтому я не понимаю, если она так свободно говорит на всех этих языках, почему она работает экономкой. Алик обменялся взглядом с Джанет, сидящей на другом конце дивана. Затем Джанет обменялась взглядом с Дэвидом, который только что пришел с их отцом, Беном Райли. О чем захотел узнать Бен и Кей, мать Алика и Джанет объяснила. Может, Тори неправильно ее поняла, все, что смог предположить Бен. Мам вошла в гостиную Бет с новым рождественским видео в руках. За ней по пятам шла Тори. Можем мы с Тори посмотреть это в твоей комнате? Брайан и Рита и остальные не хотят. Конечно, только не прыгайте на кровати. Мы не будем. Пошли Тори. Тори собиралась уходить, но Алик позвал ее. Да, пап, подойди сюда. Он продолжал, пока она не окажется прямо перед ним. Расскажи мне о языках, на которых говорит Софи. Вы никогда не говорили мне об этом? Ой, ну, я знаю, что она говорит по-чехословацки или как там говорят, но мы слышали, как она говорила по-немецки в обувном магазине и еще может говорить по-итальянски или может быть по-французски по-моему. Ты хочешь это знать? Понимаешь, милая, объяснила бабушка, просто удивительно, что женщина с таким образованием убирает дом, чтобы как-то заработать на жизнь. Тори посмотрела на бабушку, а потом снова на отца. Почему ты хотел знать, пап? Мне было просто любопытно, дорогая. Лицо Тори изменилось так, что Алик не мог не заметить. Он не успел ничего сказать, как она спросила. Ты же не выгонишь ее, нет? Нет, дорогая, конечно, нет. Ее маленькое тело застыло и на глаза навернулись слезы. Потому что она говорит, что хочет когда-нибудь работать с языками, но она говорит, что мы для нее важнее. И если ты выгонишь ее, я... Тори, Тори. Ее отец попытался остановить внезапную панику. Он гладил ее руку и нежно говорил ей в лицо. Я не выгоню ее, Тори. Я думаю, здорово, что Софи так много знает, и я не выгоню ее. Я не сделаю этого. Девочка закрыла лицо руками и всхлипнула. Алик прижал ее к себе, посадил на колени и она уткнулась лицом в его грудь. Девит, сидящий на диване между Аликом и своей женой, потянулся и нежно погладил ее. Собираешься посмотреть это видео с Бет? Тихо спросил он. Тори кивнула головой и шмыгнула носом. То, что она была смущена, было видно потому, что она не смотрела ни на кого кроме отца. Все хорошо, не стоит Бет все еще стояла у двери. Что случилось, Тори? Ничего, все нормально. У тебя неприятности? Нет. Когда стало слышно, что девочки поднялись наверх, Кей сказала. Прости, Алик, я и не подозревала, что это ее так расстроит. Я могу это понять, вставил Дэвид. Для нее Софи как для утки вода, и она решила, что ты сольешь пруд. Ну, я не собираюсь, заверил их Алик. Я мог бы строить двадцать домов в год, если бы все мои работники были такими же самоотверженными и способными, как Софи. Знаешь, сказала Джанет, глядя куда-то вдаль, кажется, мы с Дэвидом сейчас узнали о Софи больше, чем за все то время, что мы общались с ней. Она такая открытая и сердечная, когда слушает, добавил Дэвид, но она никому не рассказывает о себе. За исключением детей, через мгновение разговор перешел к более общим темам. Алик и дети были в Чикаго до позднего вечера четверга двадцать восьмого. По дороге домой, миль через тридцать, Крэй Геттори уснули, Рита сидела на переднем сидении рядом с Аликом и они в полголоса разговаривали. Рита рассказала больше о Софи и Алик немного смутился из-за того, что он услышал. Она говорила на пяти разных языках, помимо английского и не только говорила, но и активно работала с ними, когда была переводчиком. Я чувствую, что должен извиниться перед ней, Рита. Я знаю, что были времена, когда я обращался с ней так, будто она немного заторможенная. Я уже сделала это, папа. Когда мы говорили тем утром, я сказала ей, как мне жаль. Она очень понимающая, но я усвоила, что не стоит судить о людях по внешности. Она помогла мне с подарками, которые я купил для вас. Она ходила с тобой? Нет, я сидел с ней за кухонным столом и разговорился как идиот, а она просто сидела и слушала. Я даже не знаю, что именно сказал, но я знаю, что это было о твоей маме и о вас, детях. Тогда она просто рассказала мне, что бы вы хотели, и я сделал покупки на следующий же день. Но я помню, что плакал, как ребенок после ее ухода. «Да, папа», голос рассказал, об этом твоей бабушке. Она кажется немного обеспокоена тем, как Тори привязалась к Софи. «Ты имеешь в виду, если Софи уйдет на другую работу?» «Ну да, но еще я имею в виду влияние Софи на вас, и мне стыдно признаться, что я не был таким осведомленным, каким должен быть. Я не думаю, что тебе есть о чем беспокоиться, папа. Ее стандарты довольно высоки. Я никогда не слышал, чтобы она говорила негативно о ком-либо. Вообще-то, я не уверен, что у нее много друзей, но если они и есть, Софи никогда не сплетничает». Али кивнул, чувствуя себя немного лучше, но он должен был сказать кое-что еще. «Рита, если я был камнем преткновения для тебя во всем этом, я хочу попросить у тебя прощения». «Я не понимаю, что ты имеешь ввиду». «Я говорю о том, что вы, наверное, смотрели, как я хожу, как зомби, и поэтому у вас нет желания серьезно заниматься собой». «Прости, какое-то время я был очень расстроен, и этому нет оправдания, но теперь я постараюсь быть таким человеком, каким меня хочет видеть Бог». «О, папа!» Она расплакалась. «Единственное, с чем я поролась, это с тем, что ты так много работал, но сейчас ты этого не делаешь. Я начинаю чувствовать, что мы снова семья». «Хорошо, Рита, но не будь слишком снисходительной ко мне. Я знаю, что совершил много ошибок, и рассчитываю, что ты будешь говорить мне об этом». «Хорошо». Затем они оба замолчали. Молчание длилось до тех пор, пока Рита не напомнила отцу, что на следующий день у нее назначена встреча. Алик сказал Рите, что хочет, чтобы Софи сопровождала ее. Рита согласилась. Крейг и Тори проснулись, когда они подъезжали к своему штату. Рита включила музыку, и оставшуюся часть пути домой они провели в машине под звуки песен. На следующий день у Риты была назначена встреча с доктором Карлом Никельберри, и Софи была рада увидеть его офис. В течение предыдущих нескольких часов она была занята разными поручениями от детей, поэтому сейчас с облегчением опустилась на один из мягких стульев в приемной. Трое Райли взялись за журналы, но Софи откинулась назад и закрыла глаза. Через несколько минут Риту позвали, и она ушла почти на час. Она сказала Софи, что осмотр будет рутинным, поэтому экономка просто откинулась назад и отдыхала. Софи, я не могу найти второй карандаш или мышь на этой картинке. Софи наклонилась над детским журналом и стала искать вместе с Тори. Она нашла один карандаш, но Тори уже заметила его раньше. Крейг тоже вснул свою голову, хотя он старался быть не слишком заметным, и он нашел мышь. Тори поблагодарила его, но он зерошил ей волосы, поэтому она откинулась на спинку стула и с негодованием смотрела на него, пока поправляла прическу. Софи пристально посмотрела на них, потому что они целый день задевали друг друга, и на какое-то мгновение они успокоились. Однако они начали снова, как только Рита вышла. Ее сопровождал Карл, и Софи поднялась, чтобы подойти к ним. «Здравствуйте, Софи, как дела?» «Все в порядке, Карл?» «Как Кэнди?» «Она чувствовала себя плохо на Рождество». «И ей намного лучше. У вас грандиозные планы на Новый год». Его глаза искрились любовью. «Вообще-то да». Мгновенно подмигнула Софи. «Думаю, досидеть до десяти-пятнадцати». Карл засмеялся и заметил детей. Выражения их лиц заставили его засмеяться снова. «Как и большинство детей, невероятно не думали, что у нее вообще есть друзья». «Ну, Рита уже свободна», сказал он Софи и повернулся к девушке. «Передай отцу, что все в порядке». «Спасибо, доктор Никельбери», сказала Рита из-за огромных картонных солнцезащитных очков. Они все вместе подошли к двери. Тори прокомментировала то, что Софи знает доктора Никельбери, но Софи была слишком занята, следя за Риттой. Уже стемнело, так что загорелись уличные фонари и Рита прикрыла глаза ладонью. Он сказал, что это продлится около часа, Софи. «Может, лучше тебе сесть за руль?» «Конечно. Садись и устраивайся удобнее. Крейг, пожалуйста, возьми ее за руку». Крейг сделал, как ему сказали, а Тори выскочила вперед, чтобы открыть дверь. Все сели в машину, и Софи завела мотор с обещанием довезти их домой всего за несколько минут. Она явно не ожидала, что выполнить это обещание ей помешает другой автомобиль, заглохший прямо посреди дороги. Какое-то мгновение она стояла позади него, проверяя зеркала и решая, как лучше объехать. Она еще размышляла об этом, как вдруг с бокового выезда вылетел автомобиль. Софи успела повернуться и увидеть, что происходит. Слова «О, нет!» вырвались из ее рта перед тем, как большая машина врезалась в них со стороны водительской двери. Все в машине закричали. Тори громче всех, потому что сильно ударилась своей маленькой головкой о противоположное окно. Рита схватилась за свои картонные очки, когда Софи позвала их, чтобы проверить, все ли в порядке. Крейг ответил «Да» и начал открывать раздвижные двери, а Софи расстегнула свой ремень безопасности и выскользнула наружу. Она дрожала от ярости, но не так сильно, как человек, врезавшийся в них. Она услышала запах алкоголя еще до того, как подошла к нему, и когда она это сделала, он посмотрел на нее пьяными глазами. Софи знала, что разговаривать с ним бесполезно. «Ладно, народ», внезапно раздался голос, «Кажется, у вас проблемы?» Софи удивленно посмотрела на полицейского, она даже не видела его машину. Человек, врезавшийся в них, подскочил и попытался ему что-то объяснить, но мускулистый полицейский остановил его. «Не сейчас, давайте просто посмотрим документы». «Ваши тоже», сказал он Софи. И она вернулась к авто за своей сумочкой. Она покопалась внутри и вручила ему свою лицензию и грин-карту, а затем повернулась, чтобы проверить, как там Рита, которая пересела к Торе назад. «Подождите минуту», сказал полицейский, и ей потребовалось мгновение, чтобы понять, что он обращается к ней. «Чья это машина?» Софи была поражена его тоном, но ей удалось ответить. «У меня здесь регистрация, там написано, что она принадлежит Алику Райли. Я работаю у Алика Райли». Мужчина пронзил ее взглядом, и Крейг вышел наперед. На его лице был страх. «Вам надо пройти со мной», сказал полицейский. И Софи заметила других офицеров. Он взял Софи за руку и повел ее к машине. «О, пожалуйста, нет». В ее голосе зазвучала паника. «Я отвечаю за детей. Пожалуйста». Она сейчас умоляла, но это не имело никакого значения. Ее вели осторожно, но неумолимо, ближе к зданию, на котором было написано «Полицейский департамент Миддлтона». Когда она поняла, во что влипло, страх перехватил ее горло, и на мгновение она подумала, что ей конец. Но затем рядом с ними появился Крейг. «Где девочки? Они идут. Почему они забирают вас? Это не ваша вина». Софи открыла рот, чтобы ответить, но в это время дверь полицейского участка открылась, и ей пришлось отвлечься от Крейга, чтобы не врезаться в нее. Она испытала искушение вырваться из рук мужчины, но воздержалась и оглянулась назад, пытаясь высмотреть голову Тори. Рита была рядом с ней, и Софи закричала «Рита, Тори, идите ко мне сейчас же!» Девочки услышали ее голос и неловко бросились туда, где Крейг все еще держал дверь. Внутри здания было тепло, но Софи продолжала дрожать. Она снова была близка к тому, чтобы наброситься на мужчину, удержавшего ее, но он внезапно отошел и дети окружили ее. «Вы в порядке? Вам больно?» сорвалась с губ Софи, и Тори снова заплакала. Рита попыталась успокоить ее, параллельно удерживая очки на лице, и Крейг выглядел испуганным. Софи хотела крикнуть им, что она ничего не сделала, но она знала, что слова будут неуместными. «Теперь мисс Великоня», сказал полицейский, «если вы просто зайдете в эту комнату со мной, мы постараемся выяснить, что произошло». «Пошли, дети», произнесла она автоматически. «Нет», сказал мужчина, «они могут здесь, мы также хотели бы поговорить с ними». «Нет, нет», паника захлестнула ее, «я отвечаю за них, не могу отделить вас от меня, я должна остаться со мной». Но, конечно, он не слушал. Софи снова взяли за руку и повели по длинному коридору. Она оглянулась и увидела, что детей тоже уводят, и она все еще могла слышать, как плачет Тори, казалось, она была вне себя, наблюдая за происходящим, но ничего не могла изменить. «Итак, как долго вы живете в Миддлтоне?» «Я отвечаю за них, я должна пойти к ним, голова Тори, о ней позаботятся, а вы просто отвечайте на мои вопросы». Но все это было бессмысленно. Софи была так расстроена, что ничего из того, что она говорила, не имело смысла, и мужчина ничего не узнал. Прошло почти полчаса. Увидев, что она вот-вот расплачется, он решил на мгновение оставить ее в покое. Он только встал, как к двери подошел еще один офицер. С ним был, казалось, абсолютно спокойный Алек Крайли. «О, мистер Райли!» скрикнула, вскочив Софи, и от волнения сжала его руку до синяков. «У них есть дети! Человек ударил нас и не может заставить их объяснить. Они берут моего Крейга и Тори. Голова Тори может быть смущение. Все в порядке, Софи». Тори проверили. У нее нет сотрясения. Я видел детей и с ними медик. Они в порядке. «Они только беспокоятся о вас». «Я должна найти их». «Чшшш». Он помог ей сесть на стул. «Здесь есть мужчина, Майк, который говорит, что видел, как все произошло», заговорил второй офицер. Женщина в машине сидела неподвижно, а парень, который в нее врезался, был слишком пьян, даже чтобы стоять. Следующие минуты прошли как в тумане. Алика допросили по поводу коридоре, и Софи задрожала, увидев их. Она бросилась вперед и попыталась обнять всех троих. «Вы ранены? Вам больно?» Все ответили ей «нет», но она продолжала прикасаться к их рукам и волосам. Алик видел, что все четверо на пороге массовых слез, поэтому забрал паровая грин-карту Софи и отправил семью к машине. «Как ты узнал, пап?» спросил Крейг. Я выходил из офиса и заметил машину Риты. «Нетрудно было представить, где вы все оказались». В кабине грузовика Алика было слишком тесно. Алик сидел за рулем, Крейг рядом с ним, Рита сидела возле Крейга, а Софи у двери. Тори села Рите на колени. Все вокруг, кроме Софи, оживленно разговаривали, но она была такой молчаливой, такой очень-очень молчаливой. Мы даже не двигались, и он врезался прямо в нас. Затем этот мужчина взял Софи под руку. Он обращался с ней, как будто это она во всем виновата. Тори ударилась головой в стекло, но оно не разбилось. Куда они отвезут машину? Софи не помнила, как вышла из грузовика Алика, но когда она поняла, где она, то в оцепенении двинулась к лестнице. Однако войдя внутрь, она подняла взгляд настоящего перед ней Алика и произнесла «Я, да, а я забыла приготовить ужин». «Присядьте», Софи приказал он, но она стояла неподвижно. Он снова взял ее за руку, направил к столу и заставил присесть. Легкое нажатие на плечо помогло в этом. Она сидела, вздрагивая и незаметно посматривая на Крейга. «С вами все все еще было потрясение». Софи попыталась удержать себя в руках, но все вернулось. Она была с отцом и вокруг было так много людей, мужчин в военной форме, и был длинный коридор, такой тусклый, темный. Софи заговорила. Она не фокусировалась ни на ком и ни на чем, но слова лились из нее сплошным потоком. «Я была такой маленькой, они отвели моего отца в другую комнату, я не могла пойти с ним. Меня повели в комнату с таким небольшим количеством света, я так боялась, я пыталась убежать, я плакала, я кричала имя папы, но этот человек, он схватил меня за руку, я думала он сломает ее, он крутил и сжимал так сильно, и затем я боролась, и мои волосы застряли в его ремне, и он тянул и тянул, а я подумала, что вы, она не могла продолжать, Софи посмотрела на их сочувствующие лица, а затем на мистера Райли, но сегодня все было не так, и я выставила себя на посмешище, дрожащая рука коснулась горло, и я разбила ваш прекрасный микроавтобус, и я приму и пойму, если вы уволите меня, я знаю, что вы должны, дайте мне ваш ключ, Софи, перебил ее Алик, мой ключ, да, от вашей квартиры, Софи порылась сумочки и протянула ему ключ, она задавалась вопросом, как она заберет свои вещи, и затем думали Гледис, этим вечером было очень холодно, пойди наверх, и найди что-нибудь для нее, в чем можно спать и ходить завтра, все, что ты посчитаешь нужным, Софи услышала эти слова, но они не были строгими, и Рита ушла с корзиной для белья в руках, Крейг, иди и вытащи свою кровать на колесиках, ты будешь спать на кровати Риты, а Рита и Софи будут спать в твоей комнате, Тори, иди помоги Крейгу подготовить постель, они без вопросов повиновались, Алик подошел к столу и всунул горячую кружку в руки Софи, он сел пытаясь максимально быть на уровне глаз Софи, и она снова заговорила, мне так жаль, что я повредила ваш микроавтобус, сегодня вы останетесь здесь с Ритой, вы примете горячую ванну, чтобы согреться, а затем пойдете спать, вы понимаете меня, Софи? Софи кивнула, в этот момент вернулась Рита, как глаза Рита, все хорошо, солгала она, свет еще причинял ей боль, пойдемте наверх, Софи сделала, как ей сказали, хотя она продолжала дрожать, поднимаясь по покрытым коврами ступенькам, Рита приготовила Софи очень горячую ванну, и вытащила из корзины для беля какие-то ночные вещи, и Софи лежала в ванной какое-то время, я подвела их господи, я запаниковала и все испортила, я не знаю, что на мне нашло, мне очень жаль, ты проводишь мою бабушку через рак и химиотерапию, а я раскисла из-за пьяного на машине, но даже когда она молилась об этом, она знала, что это неправда, она слишком много думала о себе, случай из детства был очень болезненным, и было глупо ожидать, что она никогда не будет вспоминать об этом, тогда она успокоилась и позволила Богу утешить ее, она могла сказать своему работодателю, что сейчас она в порядке и даже готова подняться в свою квартиру, она даже продумала, как все это озвучить, но Олег ждал ее в холле и не дал ей ни единого шанса, хорошо, хорошо, Софи, вы бы не хотели что-нибудь съесть? Нет, но я ладно, тогда идите и успокойтесь в комнате Крейга, если вам что-нибудь понадобится, отправьте Риту, еще немного рано, но я думаю, что мы все могли бы лечь спать пораньше, я чувствую себя лучше, мистер Элли, я могу вернуться, он осторожно остановил ее и по решимости на его лице Софи поняла, что спорить бессмысленно, Рита уже была там и через мгновение Софи лежала в комнате Крейга на заправленной чистыми, теплыми, фланелевыми простынями кровати, дрожь пробежала по ее телу, когда произошедшее снова всплыло в ее голове, но она уже засыпала, когда Рита вышла из комнаты, Алик ждал ее в холле и Рита закрыла дверь и просто стояла там, Алик не произнес ни слова, даже когда ее глаза наполнились слезами, он просто обнял ее и мягко прижал к себе, никто ничего не говорил, в этом не было необходимости и даже если бы и была, ни один из них не нашел бы подходящих слов. Пустое место это было единственное определение, которое смог найти Алик, чтобы описать то, что он чувствовал по отношению к Софи. До сегодняшнего вечера он не воспринимал ее как человека со своими потребностями и желаниями, теперь ему было стыдно, насколько равнодушным он был. Он ценил ее, но это было больше похоже на то, как он ценил свой грузовик, когда ехал каждое утро на работу. Раньше он видел эмоции на ее лице, но это никогда не трогало его до сегодняшнего вечера. Он словно наблюдал за одним из своих собственных детей, переживающих какую-то боль, поскольку она вела себя как ребенок в руках этого жестокого человека, и он знал, что не был чутким к ней. Тем не менее, сейчас она не нуждалась в чуткости, время для этого наступит позже. Она была в шоке, а когда человек в шоке, как он знал, вы не спрашивайте, вы говорите. И теперь пришло время внести некоторые изменения. Алик больше не работал по субботам, и теперь София тоже не будет работать по субботам. Это будет первым, что он сделает завтра утром. Он поговорит с ней об этом, но сегодняшняя пятница была слишком длинной, и сейчас он присоединился к остальным и лег спать. Суббота принадлежит вам, объяснял он ей снова. Я знаю, что дети любят заниматься чем-то с вами, но если они попросят у вас сделать покупки, покататься на санках или коньках, а у вас есть собственные планы, не стесняйтесь сказать им нет. Значит, меня не увольняют, кроме как в субботу? Вы не уволены, мягко сказал он, я просто меняю ваш график работы на пятидневную неделю. Добро пожаловать сюда в любое время в субботу или воскресенье, но вы не должны заниматься никакой уборкой или готовкой. Софи кивнула, но нахмурилась. Что случилось? Я пеку хлеб в субботу. Испеките в пятницу, просто сказал ей Алик. В пятницу я делаю уборку. Четверг дом всегда чист, рассуждал он, нахмурившись. Он никогда не видел в ней ничего, кроме послушания. И теперь было очень интересно наблюдать за Софи, которая не хотела, чтобы ее график изменяли. Она явно хотела спорить, но слишком уважала его позицию, чтобы позволить себе это. Алик почти желал этого. И так все решено, сказал Алик и встал. Не все решено, но у меня нет выбора. Что-то не так, Софи? Невинно спросил Алик, понимая, что ответ будет да, независимо от того, что она думает или говорит. Я не против работы по субботам. Я рад это слышать, я оценю ваше трудолюбие и надеюсь, что вы и дети займетесь чем-нибудь вместе, но вы не будете готовить или убирать его слово закон Софи это его дом. Но такие мысли не скрывали несогласный блеск в ее глазах и не останавливали небольшой подъем ее подбородка. Алик, который вовсе не был оскорблен или возмущенный реакцией, по-прежнему считал, что отдых по субботам хорошая идея. Он сделал шаг, чтобы покинуть комнату, но голос Софи полный разочарования и звучащий на другом языке остановил его. Что вы сказали, повернулся и спросил ее Алик. Только тогда она поняла, что говорила по-чешски. Как я буду покрывать расходы на ремонт микроавтобуса, если вы сократите мои рабочие часы? Алик вернулся к кухонному столу и сел. Простите, что не объяснил. Прежде всего, ваша зарплата останется прежней. Во-вторых, вы не будете платить ни копейки за ремонт машины. Это был несчастный случай, вашей вины в этом нет. И машина застрахована. На самом деле, я ожидаю, что мой страховой агент позвонит или придет в любой момент. Он осмотрит повреждения и сообщит нам, что они будут делать. Но независимо от результата, вы не будете нести финансовую ответственность за произошедшее. Но если бы я тронулась раньше, возразила Софи. Алик покачал головой. Если бы вы тронулись раньше, парень возможно врезался бы в вашу дверь или любую другую и было бы гораздо хуже. Очевидно, Софи не выглядела так, как будто он переубедил ее, но Алик не собирался давить на нее. Он высказал ей то, что собирался и теперь она должна была сама разобраться с этим. Мне нужно кое-что сделать в гараже, софи была так ошеломлена, что на какое-то мгновение ее будто парализовало. Он разговаривал с ней, как с одним из членов семьи, как если бы она жила здесь. Что ей делать? Разумеется, он имел в виду что-то другое, не то, что она поняла. Присоединяться к ним на выходных для шопинга? Они уже подвозили ее в церковь, и она не была уверена, что должна быть рядом с ними в одной машине. Как это сработает в долгосточной перспективе? И самая сложная часть изменить расписание. Это было для нее слишком. Софи не знала, как долго она сидела и томилась, когда заметила Тори. Очевидно, та вышла из гостиной. Привет, Тори. Привет, Софи. Папа сказал, что вы больше не будете работать по субботам. Да, он сказал мне. Значит, вы можете делать все, что захотите? Кажется, да. Даже играть с нами? Софи моргнула. Да, медленно сказала она, я могу. А вы не хотите поиграть сейчас со мной? Голос девочки безошибочно угадывалось сильное желание. Широкая улыбка медленно расплась на лице Софи. Конечно, а во что поиграем? Тори рассказала Софи, и женщина, мгновенно отложив все свои планы на потом, радостно смеялись, когда играли вместе, и очень хорошо проводили время. Через час Алик стоял возле квартиры Софи. Он попросил разрешения войти, чтобы послушать, как Крейг открывает двери гаража. Он ничего не услышал, и решил, что теперь дверь должна быть работает тише, но затем опять услышал этот звук, решив, что может быть в предыдущий раз он отвлекся. Сидя елку, которую он когда-либо видел. На первый взгляд на ней не было никаких украшений, но он присмотрелся внимательнее. Игрушки висели на двух ветвях. Простая зеленая лампочка и маленькие деревянные сердечки, выкрашенные в красный, и как будто в унисон с украшениями под елкой лежало всего два подарка. Один картина, о которой говорила Рита. На ней была женщина, идущая по красивому лугу, и написанные от руки стих внизу. Притчи 3, 5, 6. Второй стеганая диванная подушка в красных, синих и розовых тонах. Сначала Алик задался вопросом, может она убрала остальные? Но затем еще раз подумав отмел эту мысль. Многие люди оставляли все свои подарки под елкой, и София очевидно была одной из них. Было бы так легко вспомнить и о ней, и «Господи», взмолился он, «она уже стала неотъемлемой частью жизни детей, и когда я рядом, она такая тихая, что я почти не замечаю ее. Было бы совсем несложно дать ей возможность почувствовать себя одной из нас». И тут ему пришла еще одна идея. Он дал Софии выходной по субботам, и он был рад увидеть ее в гостиной стори, но им возможно придется сделать больше. Он подумал о своих планах с детьми в канун Нового года, но потом вспомнил, как непреклонно она отказалась присоединиться к ним в сочельник. Он решил, что хочет сделать, лишь бы он смог ее убедить. «Папа просунул голову в дверь Крейг, «Тори говорит, что тебя звонят». «Хорошо», ответил он, надеясь, что это его страховой агент, и спустился вниз по лестнице за своим сыном. Он решит вопрос с микроавтобусом, закончит с воротами гаража, а затем займется проблемой своей экономки. Аминь.